СПОРТМИКС Сегодня в программе. Горизонтальная тяга без ошибок. Зачем нам красивая спина, если она будет травмирована? Правильно? Правильно. Орудие скандинавского эпоса и покрышка. Воркаут с элементами кроссфита. Упражнение называется «Подготовка к битве с Таносом». А эта кувалда называется «Молот Тора». А также роль сна в борьбе с лишним весом. Что такое ошибка? Это несоответствие между вашими целями и результатами. В тренажерном зале это еще и вопрос вашего здоровья. Исправляем основные баги в выполнении одного из самых популярных упражнений. Одно из самых популярных и любимых многими упражнений в тренажерном зале на спину – это горизонтальная тяга. Сегодня мы разберем топ-3 ошибок, которые допускают чаще всего, выполняя именно это упражнение. Поехали! И самую первую ошибку, как ни странно, многие допускают, даже не начав делать упражнение. И это принятие исходного положения. Многие делают следующим образом. Вес выставлен. Беремся за ручки. Упираемся ногами. И сутулой кривой спиной мы отъезжаем назад. Тем самым, что мы делаем? Мы подвергаем опасности свою поясницу, свою спину, которую мы хотим сделать красивой. Зачем нам красивая спина, если она будет травмирована, правильно? Правильно. Поэтому наша задача – подъехать ближе, ровной спиной. Взять снаряд, такой же ровной спиной. Отъехать назад, упереться ногами. И ни в коем случае не сутулой. Мы снимаем снаряды и вообще поднимаем что-либо в тренажерном зале. Ровная спина. Это самая частая первая ошибка. Вторая самая частая ошибка – это уже в работе, когда мы делаем движения. Многие тянут руками. Не забываем про то, что упражнение направлено на проработку мышц спины. Наша задача – максимально сократить лопатки и зафиксировать их в конечном положении. Мы заводим лопатки назад и делаем паузу. Развели лопатки и свели обратно. То есть не руками, а лопатками. Лопатка. Лопатка. Выдох. Вдох. И третья ошибка, которую чаще всего допускают, и я понимаю почему. Потому как во многих видео профессиональные ответы делают именно по такой технике. Но если вы начинающий спортсмен или любитель, или еще не уверены в своих силах, я не рекомендую выполнять в данной технике. Про что я говорю? Наклон вперед, движение назад. Наклон вперед, движение назад. Профессиональные атлеты очень многие делают именно так. Но для любителей рекомендую следующую технику. Положение корпуса неподвижно. То есть у нас ровная спина и работает исключительно лопатка. Фиксация и концентрация на зажиме именно лопаток. Вдох. Фиксация, вдох. А если у вас уже есть какие-то проблемы с поясницей, например, грыжа, протрузия, то я вам категорически не рекомендую делать с такой амплитудой. Итак, миллион спортивных советов для выполнения горизонтальной тяги на мышцы спины. Даже принимая исходное положение, сохраняйте спину ровной. Во время тяги задействуйте не мышцы рук, а сводя лопатки, работайте мышцами спины. Контролируйте положение корпуса. Не наклоняйтесь вперед и не откидывайтесь назад. Вес утяжеления используйте комфортный. И помните, что меняя рукоять, вы можете воздействовать на различные мышцы спины. Кувалда. Орудие кузнецов и мифологических героев. Даже если скандинавский эпос для вас дальше самой Скандинавии, поверьте, мьёльнир или обычная кувалда в руках любого может наделить недюжиной силой. Хуйте покрышку, пока горячи. На что мы только не идем, чтобы удивить вас. И сегодня наш комплекс упражнений будет состоять из этой замечательной кувалды и покрышки, которую мы будем использовать. Упражнение называется «Подготовка к битве с Таносом». А эта кувалда называется «Молот Тора». И сегодня мы будем прокачивать нашу функционалку. Наша задача максимально эффективно научиться пользоваться молотом Тора. И упражнение заключается в ударе молота оба крышку. Перехвате и еще раз ударе. Максимально эффективно и без потери времени. Максимально вкладываемся в удар. Ведь Таноса не победить без этого. Отработав ровно одну минуту с кувалдой, бросаем ее в сторону и переходим к следующему упражнению «Переворот покрышки». И перерыв делаем одну-полторы минутки между подходами. Во время перерыва советую восстанавливать дыхание легкими прыжками на покрышку. То есть делаем левой, правой ногой. И спокойно дышим. Тем, кто не жалеет сил борется с лишним весом, искренне рекомендую отдохнуть. Может, это покажется странным, но чем больше и качественнее вы спите, тем быстрее худеете. Эту теорему готов доказать диетолог. Одна из важнейших рекомендаций, которые я даю в своей работе, заключается в том, чтобы человек, наконец, начал достаточно отдыхать. Потому что всем известно, что чем меньше отдыхает человек, тем больше у человека склонности переедать. К несчастью, именно такое переедание, которое спасает нас от усталости, оборачивается очень часто для нас лишним весом. Поэтому обязательно нужно нормализовать свой сон. Причем стоит помнить, что ночью во время сна вырабатывается у нас гормон сна – мелатонин. Пик выработки этого гормона приходится примерно с 12 ночи до 2 ночи. В некоторых случаях до 4 утра. Если нам удается заснуть до этого периода, тогда мелатонин проходит полный цикл выработки. И утром мы встаем отдохнувшими, бодрыми, веселыми и сохраняем работоспособность на весь день. Но если мы легли спать после 12, мы действительно рискуем недополучить вот этого ценного гормона, а этот гормон играет роль такого дирижера всех обменных процессов, если представить, что наш организм как оркестр. Здесь еще есть несколько нюансов. Дело в том, что мелатонин не синтезируется, если навеки попадает хоть какой-то источник света. Достаточно обычного включенного ночника или света луны в окно, или света фонаря сквозь прозрачные шторы, чтобы выработка мелатонина заблокировалась. Поэтому рекомендуется очень плотно завешивать шторы. Желательно, чтобы эти шторы сами по себе были из плотного света, непроницаемого материала. Желательно носить повязку на глаза, если вы живете в условиях, где никуда не сбежать от какого-то ночника или от чужого света. И эти приемы помогут вам спать полноценно и вставать здоровыми. И есть один такой народный лайфхак, который говорит о том, что один час недосыпа равен 200 лишним килокалориям. Поэтому вот, если вы регулярно не досыпаете, посчитайте, сколько за год набирается у вас лишних килокалорий и вместе с ними килограмм. Но это, конечно же, шутка, но я думаю, что в ней достаточно много правды. Начинайте с малого и достигните главного. Отличной формы и чудесного настроения. Миллион спортивных советов проверьте каждый и воспользуйтесь лучшими. Увидимся совсем скоро! Продолжение следует...